Игнатий Тихонович, ну вот следующий вопрос такой по поводу Андрея Кураева. Его также вчера, по-моему, лишили сана. Ну и интересно так его лишили, что даже он с сутью обвинения не был даже и знаком. И вот он в своем журнале это написал, что меня, говорит, хотя и обвиняли, но ни на какое правило, ни на что не сослались. Я, говорит, сколько не запрашивал это, эти данные, мне никто ничего не предоставил. Вы, соответственно, из него все это решили. Вы, я знаю, к вам даже приезжал он, Андрей Кураев, и вы его знаете не понаслышке. И он вас знает, упоминал о вас неоднократно. Вы в своих книгах неоднократно его упоминали. Вы можете как-то прокомментировать эту еще ситуацию? Ну как, в первую очередь, мы же православные. Надо, если речь дошла о суде, я прочитаю некоторые правила, которые, пусть они решат, были нарушены или нет. Вот, я считаю, суд должен производиться не по вражде, пристрастию и человекоугодию. А не ему сразу там кого-то, где Карфагенский собор, 16 правило. Ну пусть они докажут, что не по пристрастию. Тем более о мертвом сказал, не так не понравился. Дальше. Обвиняемый может отводить подозреваемых им судей. Кирилл, первое правило. И дальше. И может просить нужного времени для своего защищения. В этом же правиле. Ну и что? Разрешили ему? И дальше считаем. Даже очень, даже это непросто. От тех, на которых лежит пятно бесчестия, как-то от позоричных, которых он обречал там голубых, и от лиц к срамным делам прикосновенных. Обвинений не может быть. Карфагенский собор, 144 правило. А его за это тогда, когда он разоблачил, там со студентами баловались. И дальше. Ну, обвинения-то немаленькие. Считаем дальше. Присвитера на письме судят шесть епископов и свой. А Диакона три епископа. Были они три епископа или нет? Судить-то его. Без него-то никак нельзя было судить. Ну, а если он не придет, то на другой разговор. Дальше. Диакона три. Карфагенский собор, 12 и 29 правила. А вот дальше. Дела по винам, виновны, проще клириков, рассматривает и оканчивает один местный епископ. Это не дьяконов, которые меньше. Карфагенский собор, 29 правило. Клирика не извергать по одному подозрению. Феофила, шестое правило. От клириков, на которых бывает донос, не извергать по одному подозрению. Вот так бывает донос. Если не представят доказательств своей невинности, допустим, он, это его касается уже. Вот и все. Даже вот эти правила. Меня интересно узнать бы от Андрея, соблюдены они или нет. А если не соблюдены, а почему? Вот он может отложить. Там сказал, причины вызвал какие? Три раза. И это идет где-то там в течение нескольких месяцев. Тут прочитать можно. Было у него это или не было. А дальше, вот прочитайте, откройте у себя Библию, Второзаконие, 19 глава, 16 стиха. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то есть путь пристанут оба сии человека, у которых тяжба перед Господа. Перед священников и перед судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот, свидетель ложный, ложда нанес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой душу за душу, глаз за глазу. Вот здесь как раз об этом и говорится. Вот они обвиняют его, а доказательства нет. Он обвинение, говорит, даже я не понимаю, какое обвинение-то. Я должен просчитать слова, предложения. Ничего нет на руках-то. Это уже они перешагнули далеко эту грань. Тем более, когда он говорил о том, что говорил, они еще не знают, на кого замахнулись. Если они против всякого обличения, это из Икииля 3 глава 18 и 20 стихи, их ждет расплата очень горькая. Я только говорю о том, что знаю. Я все не знаю. И здесь. А как нужно было? Ну никак. Даже не поговорили там, сделали что. Ну и решили, не дали ему в это время служить. Он говорит, я ничего не потерял там. Он к этому не держится. Сейчас он перестанет? Нет, кляп ему в рот не забьют. Вот, а что может? Да опять что-нибудь. Упал с мотоцикла или там еще что-то. А ворта лопнула. Доренко, как Олег умер-то? Летел последние метры, как Шахматов говорит, в полете. Так и здесь все могут подстроить. Даже такие, как Немсов, не устояли. А что тут спрашивать? Ему надо быть, конечно, осторожно. И не везде вот это высказывать. Я не знаю, где, кое-где можно было не трогать. Он начинает, ну это между делом так. Он не виновен в этом. Может быть, совершенно. И поэтому вина падает на них. Вот под эту статью их надо всех подводить. Он-то обвинял их не в одном грехе, а во многих. Он реагировал на события. У него, те, которые считают его, намного больше, чем просто у Сергия. И с ним, тот ушел там, у него незаконного ничего нет, рукоположный. Да, изучал марксизм, ленинизм. Да, эти методы он знает, как. Но дело-то в том, что здесь касается священства, священника, который умер. И он о нем отозвался. Говорит, а мертвому говорят только хорошо или ничего. Это фальшь. Это взято от римлян. У них так. А мертвому говорят, все или ничего. Все. И он все и высказал. Какой он тот священник, если агентин там в Велоховском соборе и настоятельным вроде был. Да, конечно. Не каждый дерзнет на это. А теперь чего вам за мертвого-то? Новых мертвецов клепать. Ну, сказал не так. За себя он не может заступить. Если вам скажите по счастям, он не такой-то. Этого нигде я больше не просчитал, что не такой был Агекин этот. Я его не знаю. А Андрей выступил и сказал, вот он умер такой-то. Ничего тут в этом такого нету. Мы часто говорим об Иуде мертвом уже. Он тоже за себя не может заступиться. Да мало ли о ком, о Наполеоне, о Ленине, о Сталине говорят. И говорят о патриархе Сергии, это Строгородский. И тут они взяли уже, он им поперек стал. Не на пути, а поперек горла. Аня знает, как люди относятся. К нему люди многие прислушиваются. Где? Он был здесь. Тем более, мои книги у него фактически все до одной есть. Встреча больше у нас не произошла, потому что здесь он пришел со священником. Ну, немного. А так-то мы знаем. Его и вот отзыв был особенно такой понятный. Видно, что кое-что там считал. Я не могу ничего здесь сказать об этом. А вот этого опять же помяну. Вот они убирают его. А они могут подвести его под уголовный какой-то. Они это легко делают. Сначала они его церковно не преподавают. А теперь в МГУ преподают оттуда, чтобы куска хлеба не было. Ну, видно, что эти люди-то, которые только могут инквизицией заниматься. Как так? У него никого нету. Он одинокий. Он живет. Никого не грабит. Он смело выступает. За ним ничего нету, о ком мы сейчас говорили. О Романове. Нигде он не призывает ни к чему, ничего. Но он высвечивает очень ясно. И какое бы дело он ни говорил, он его рассматривает с необычной стороны. Не все, конечно, по Библии, а своими словами, даже без ссылки на кого-то. Ну, довольно внятно, понятно. Вот он как-то говорит, Игнатий меня по всем кощкам пронес там же. А я посмотрел, зарядил. Я 120 раз его упоминал в своей книге. 120 раз. Это через каждый третий день я упоминал в книгах запечатленных. И положительно, может, было только два раза. Два раза. И он, несмотря на это, считая это, может, и не все, конечно, просчитал, и он как отозвался возвышенно. Видишь, какой он. Я предлагал, когда его там начали трепать, приехать ко мне и тут быть. У меня сухарей, говорю, хватает. И возьми, скажешь, надо сказать, палать. Я говорю, и нару у меня есть. Как усыпили за это, за нару. Езжай, езжай, отец Андрей. Вам ничего не сделают, если уж такие люди, как Игнатий за вас. Какие люди? Я только и сказал, ко мне. Я бы постарался килограмм пятьдесят с него стесать. Убрать. Это не годится. Не годится. Смотри, какой серьги. Вот ему пускай и подражают все, глядят, какой он сухонький, как он говорит безбоязненно, какие волосы, борода они тронуты, сколько привлекательности в нем. Его дети там все любят, снятые, даже отзывы дают. Я все эти ролики смотрел. Я тогда подумал, если что коснется, это не поможет нисколько. Они тут будут искать этих детей. Вот у меня в лагере и что-то с детьми было. И давай, родителей отыскать им надо. А я детей-то им не дал. У меня-то было это дело. Так, полиция дежурила, но они вылавляли. Они были очень осторожны. И если бы знали... Но по родителям, которых узнали дети, пошли, чтобы они дали показания против меня. Что-то там с детьми я делал, может быть, органы продавал в Китае. Их крепко отшили. Ни одна мать, ни один отец не пошел на поводу. Они стали угрожать ювенальной юстиции. Их детей отберут. А мне они все сообщали. А я ребятишек-то сразу забрал, по домам рассовал. А потом уже машина пришла, которая может детей возить, чтобы дорогу не задержали. Я это знаю. У меня был мальчик один приехал. Его в баню только повели, а у него чесотка. Сразу домой. А мать говорит, это они его заразили? Он говорит, мама, Алеша его звать. Я не долечился, вы же меня лечили. Проходит маленькое время. Пожары, а она сгорела, мать. Сгорела, в угольки превратилась. Может, никакой связи нет? Ну, я рассказываю, как было. Связано с огнем. А другой, значит, что-то там парень такое делал, упал. Вроде и то другое. А тут качался во дворе, где у них там живут-то. Уже месяц, наверное, прошел-то. И повредился. А он где-то с ребятишками около оби был. И костер там что-то они делали. Его в костер столкнули. Опять же. А мне потом сообщают. Она хотела с меня взять, что-то упал там, повредился. Ну, он ушел, здоровый, уехал. Здоровый, свидетели. То есть ложь. Они пытались на лжи, глупости делать. И это вот такое дело. У отца Андрея с этим проще. У него детей рядом не было. Дети, уязвимое место. Представь себе. Там людей сколько. А у меня за мной следят. И тем более выходим везде. По деревьям лазят. Я их не держал под зеленым сукном. Представь себе. Если бы кто-то сорвался. Березы. Они как обезьяны лазили. Я рисковал, конечно. Купались до шести раз. Ни один не утонул. Курсы проходили. Свидетельство выдавал. Один получил только свидетельство. Значок, что плавать не учился. В этот день с пирса упал. Упал и загорал. В этот же день его отняли. И значок, и это. На пересдачу. Ну вот так. Отец Андрей. Он всегда в моих... Игорь Тихонович. Андрей Кураев. Когда он сказал что-то про священника мертвого. Вы изучали долгое время каноны. Какой-либо есть канон по поводу этого? Что-нибудь он нарушил? Ведь для извержения сана должны быть основания канонические. Я не знаю такого правила. О мертвом кто-то отозвался. Если бы он живого обозвал еретиком, там дело другое. Он бы подал в суд. А это... Его нет уже человека. И он при том, может, еще и не сказал того, что не было. Карьеристом назвал. И то другое. Вот это легко доказать. У патриарших-то они... Главная болезнь, как Краснов-Левитин говорил, это трусость и корысть. Корысть и трусость. Корысть и трусость. Вот я скажу о романах. К нему никак это не применимо. У него ни корысти, ни трусости. И Андрей такой же. Андрей-то... Тоже он не из боязливых. Ну а что с ними случается? Ну вот случилось такое. Мы с Андреем всегда. А вот сейчас бы если... Ну просто я фантастику рисую. Арестовали нас бы в одну камеру где-то. Вы бы как? Только Бога прославил. Мне это надо. Чтобы таких людей оторвать от мира. И там бы мы начали заниматься. Если бы была обстановка такая. Со мной новый завет в псалтырию. И там я с ними. Ну... Я не знаю, что бы Бог сделал. Но... Момент был серьезный. Серьезный. Но этого нету пока. Поэтому... Ну что тут много? Я ничего не могу больше сказать. Кроме того, что есть. Вот так. Ну все, благодарю. И на этом хорошо. Ну, хорошо. У нас отношения хорошие. Андрей... Будем молиться. И за Андрея, и за Семьи. Да, мы молимся. Будем молиться. Потому что мы тоже. Помните. Вот их же не за убийство, не за блуд. В этом обвинении нет. Хотя... Сделать это можно. А хочешь... Мне тут один был. Тоже из милицейских. И... Я могу против вас дело возбудить. Я говорю, какое? А у вас это я шел. Тут конопля растет. Прямо рядом. Я говорю, и что? Ну, наркоманите. Я говорю, подавай. Сегодня. Я завтра вас растереблю. Я на заводе работал на одном. И меня в сторону отвел. На выходе из завода. И... У вас видели, вы водку заносили? Я говорю, я в рот не беру. Мужик, вас завтра сработать сниму. Ты дойди отсюда. Идите домой. Я говорю, ну, все же знают. Я в рот не беру. И как бы я водку заносил с неверующими. Я узнал, что пропускали, пропускали, сделали фотокарточку большую. Я говорю, почему-то не пойдет. Военный завод. Как военный? А вы не знали? Я говорю, нет. Так это сейчас заливаем подстанки мы. Строители. И я сразу же к начальству. Это правда или нет? Правда. Так увольняюсь. Вот заявление. Я никогда не участвую в военных делах. И строить для военной промышленности ничего не буду. Зарядные ящики подтаскивать не буду. Окоп их копать могу, чтобы люди спаслись. Корректировщиком огня не могу быть. Я сразу ушел оттуда. И мне приятно говорить. Это на Сибирске было. Игнат Тихонович. Я также хотел с вами обсудить синодальный отдел по взаимоотношению церкви с общественной, ну, с общественностью, ну, то есть Московской Патриархии. И сдала список, черный список лжесвященников специально тех, которые как бы не являются священниками, но священодействуют, получается. Назвали же лжесвященниками. И вот среди них есть такой, то есть там Романов Николай Васильевич, то есть, да, вот Схигумен Сергий, понятно, он священодействует. Но в этот список поместили также еще и Владимира Головина, который когда, с того момента, когда его запретили, он никогда ни разу не священодействовал и больше себя не называл священником с того момента, когда его это... Но его почему-то все равно в этот список добавили и назвали лжесвященником. Ну, надо искать, кто добавил, откуда. Это может быть связано с Максимом Георгиевым. Ну, это-то да. Но это как бы на официальном у них сайте написано. И ему, что ему вменяется? Тут написано, всем им, допустим, вменяется, что лжесвященник, и его тоже добавили. Но написали, они же не могут сказать, что он священодействует. Написали, вопреки запрету священоначалия, продолжает заниматься проповедью в интернете. Я считал это. Я слежу регулярно. Ну, и теперь что, и Каскун продолжает, Максим. И что, какая этого вина его? Что он должен парализован быть? Это уже, наверное, наглели беспредельно. Это власть зарыть. Это враги только могут так обращаться с опцами. Лютые враги, лютые волки. Другого названия я бы не дал. Это Деяния Апостола, 20 глава, 29 стих. Об этом говорят. От них и ждать больше нечего. Я это говорю свободно, потому что на меня это было. Самые поганые свидетельства на меня были на суде, это от священников. Что я жду, а выступил один, жду мессию с запада. Я говорю, отец Михаил, я жду его на облаках грядущих. Ну, правда, помирились, тут он меня благословил. Вот такое дело. Ну, это клевета. Это откровенная клевета. Ведь назвать, когда человека называют лже-священником официальные документы, а человек не является священником, никогда не говорил, это же клевета. Ну, и епископ, или вообще, разве имеет такую власть запретить проповедовать в интернете? Не может. Значит, когда наш епископ Евтихий Курочкин стал угрожать нам за то, что я там о войне выступил, мои материалы к истинному православию есть там, о русском языке, о слове, о благовестии, значит, батюшку под запретом меня отлучить и прочее, я сразу всем объявил, не смущайтесь. Я сразу ухожу в коридор и стою соглашенными. Но запретите мне мои занятия в университетах, в школах, в милиции, в воинских частях, заводах и в фабриках, на радио и на телевидении, он не имеет власти, никакой. И он приехал, и на моих занятиях там было ни одного слова не сказал. Снимки сохранились. Вот я ему дал слово в университете. Надо на это смотреть. Ну, то есть, незаконно, то есть, вот это, запрет вот этот на проповедь в интернете, незаконный получается? Абсолютно. Кого больше слушать? Когда, говорит, мы вам настрого запретили говорить, считаем, пятого глудяне апостолов. И кого больше слушать, Бога или человека? Это уже мы знаем. Тут надо запомнить эти места, и не надо это слушать. Ты продолжай говорить. Мне запрещали везде. Но интересно, против меня, когда я сидел в лагере, я мог говорить с любым. А со мной никому не разрешали. А если он говорил, его тут же вытаскивали и били его черенками лопаты. Без лопаты, железки там нету. Он приходит, избитый, говорит, отец Игнатий, как больно бьют. Ой. Я говорю, за что? Да я вчера с вами-то забыл, что нельзя, я с вами поговорил. Видишь, как они решили власть свою утвердить? Я говорю один раз, я иду, иду, турор. Режим на оперативной работе, кажется, Дулубаев. Ах, ты что такой? Я иду. Что ты раздулся, как пузырь? Я говорю, в карманах у меня, выкладывай все, а ты должен шапку снять и выкладывать. У меня там проспоры, там Евангелие маленькое, что там есть. А это что там? А там внутри, может, что-то заложено, там ничего нету, они еще не тронул. Ну ладно, клади обратно. Порядок такой. А я молюсь о них, и меня не трогали никогда. Нигде. И противников таких, чтобы вот оголтелые, лезли, как вот сейчас, которые отступили, там разные. Ну, которые свои, там даже потеряются, ни одного не было, никогда. А почему? Бог знает. Для большей славы своей. Может, мне уже скоро уходить. Но у меня никак это не действует. Молиться-то я молюсь каждый день о них. Перечисляйте вы. Такие имена называете. Я о них и говорить не хочу, потому они уже поражены. Поражены злонравием. Злонравием. И если человек держит в себе зло, зло по мнению, делает человека дьяволом. Ян Златоуст. С ними случилась эта страшная трагедия. Они не могут отойти даже от той обиды, которая была нанесена 360 лет назад. Они только об этом разговаривают. Уже после войны примирились со всеми, с кем воевали, нации. А эти никогда. Никогда. Зло по мнению. Они не могут по-другому. Если у них нет никого, он кидается нарядом на кого-то. Нет, значит, он своего родного брата будет грызти. Они пропитаны этим. И еще можно только пожалеть. Ничего не надо. Батюшка в последнее время пытался разговаривать, там вызвал или там у них был. Говорит, бесполезно. Абсолютно бесполезно. Под разными-разными там оговариваются. Ну, ты же молишься. Ты же верующим себя показывать. Батюшка пытался как. А это еще не надо. Он знает, он ничего не может. Я для них не досягаем. Тем более, мне приходилось сильно помогать им. А это не действует. Почему? Там по фронту везде дьявольская сила выставлена. Он слепой и глухой и мертвый. Ну, что ж. Спать мне это не мешает. Пища переваривается нормально. Я уже так беру. А мне зачем остальное? Господь допускает и знает. Мне это как раз. Я каждый раз вот ложусь спать. Володя вчера тут что-то даже снимать меня пытался. И под одеяло тут у меня есть такое хорошее одеяло. Простиженное и другое на синтепоне. И сверху еще покрывало. Еще по ноге бросил. Ну, температура такая. И сразу вспоминая на севере оленеводы. Там снимали японцы их. Ничего нету. Ни дров, нигде. Можжевел какой-то растет там. Отломит. Там не найдешь под снегом-то. Ничего нету. И еще когда они за Урал идут, олени туда отгоняют. Каждый день заново чум ставить их. Это игрушка что ли? Я гляжу на них. Ой-ой-ой. Я молюсь на них. Господи, пощади их. Да еще как-то и детей рожают. Да он же от пуповины не оторвется. Все будет льдом покрыто. Я вот с собаками занимаюсь. Сейчас привезли. Сергея это опять забрали. И у меня две теперь собаки. А тот-то у меня уже привычный. Он с осени как шел, у него подшерсток вырастал. А этот-то комнатный. Ну, днем-то я гоняю его здесь, бегает. И выхожу несколько раз. А на ночь все здесь мы перебрали. Кошек где-то убирание. Боюсь, кошки съесть. Он кинется, он не любит кошек. А я за скобку, как заходишь, вон синие двери, видать их. Мы за скобку его тут привязываем. Это верно его. И он тут у меня спит. На двор сводит. Еще пока уже два раза ночевал. И нигде не нагадил, ничего. И уже не стал лаять на кошек. Я им наказываю. Смотрите. Ну и... А выхожу, а этот ураган, он его прям взгрызти готовый. Я, наверное, ураган-анаморник. И его пускаю. Он за ним бегает. А этот на меня даже не глядит. Он летит как по воздуху, быстро. А тот не успевает, спотыкается и гоняется за ним, лаят. А на мордик-то... Интересно так. Я, может, сниму потом показать, как. У меня такая интересная здесь компания собралась. Благодарю вам за беседу. Слава Иисусу. Я сейчас... Ужимать надо, нет? Немного лучше ураган-анаморника. Еще тут такого-то нет. Качество хорошее. Я сразу вам закину. А те, которые там еще не убраны, вы где-то оставляйте, чтобы они были на дисках у нас. Материалы эти. Здесь все закапливается. Вы храните, потому что у меня они не попадают. Я не могу их отсылать в администрацию. Потому что вы берете, ну, договариваетесь, чтобы ОЗ... А я их отсылаю администрации. Ну, да. Администрации получают. Собо они с этим никак. А прямо завтрак утру, чтобы могли поставить. Вот это, что мы беседовали. Нет, еще я обрабатываю. Обработка это долго. Можно и это делать. Да. Потому что... Ну что, отец-то не соглашается там помочь нам со стихами? Соглашается. А еще не бежит. Соглашается. У него класс такой. Вот подражать, как Кабащев, там, Скрипницкий, говорят. Там есть такие, которые у нас помогали. Смотри, как они хорошо считают. Вот так нужно, чтобы текст крупными буквами показать, как это они делают. И как не торопясь. И все. Она оживает, картина. А Виктор, последний, который сделал, пример себе своим воображением. Видели? А я говорил, если бы был какой-то хороший режиссер, чтобы документальный фильм поставить, и враги с собаками, с биноклями в машине, а он там поставил, там стоит милиционер или военные стреляют. Такую картину наставил, а он поет, на гитаре играет, и текст плывет. Ох, и здорово сделал. Ну, я скинул его, должны поставить. Пример к себе своим воображением. Вот так, примерь. Видишь, он ничего себе не может сказать Сергею, я к Сергею говорю, потому что у него опыт был никакой. Он с ними был за убийство. Ну, что спрашивать-то? У меня все по-другому было. Меня никто не опасался. Начальник тюрьмы меня часто вызывает, вопросы задает. Его Господь коснулся. А о чем он мог рассказать, когда такой убийца? Да кто с тобой будет разговаривать? Кому ты нужен? Сама по себе статья такая. Я среди ночи мог воспевать с преступниками, они пели. Я писал им псалмы, мотив примерно покажу. А он еще может показать? Ну, надо отдать должное, что и все-таки он герой. По человеческим меркам, если так взять, из такого состояния, будучи убийцей, и до такого авторитета дойти. Вот если Евангелие убрать, он герой. Да. Он. Я об этом говорю постоянно. И как бы он там не сгорел, ему теперь надо резко поменять тактику. Там они терпеть не будут. Раз, другой, и его начнут гнобить. Его прессовать будут. Если власть вверху укажет, то что, начальник из-за него пост будет терять или что-то. И показывает там, где-то в Америке регион. Здоровый, крепкий парень раздели. Он только глаза зажмуряет, сидит на полу на бетонном. Сразу звук. И сразу, ваша статья, кто-то он должен сказать. И сразу свет яркий бьет глаза. Он только скажет, проходит минут 20, опять какая статья. И то, другое. Встань там, ну, командует им. Ну, все это по приборам-то. А потом приходит вдвоем и начинает его лупить. Дубинками. От него ничего не остается. Это так они смиряют человека. А надо или не надо, не знаю, кем он там был. Там есть такие, которые, может быть, и требуется такая пропилактика. А тут-то еще хуже, без ума. Ну, у меня было все по-другому. Я не знаю, что будет завтра. У меня было, я только завели там в тюрьму. И я, ну, в сапогах же. Я снял сапоги, портянки тут так подвесил. И за счет засыпил. И в это время заходит капитан. Ты что-то ты начал меня. Обойся, сейчас же я тебя. А наутро меня вызывает начальник тюрьмы. Соломин Александр Семенович. Полковник. Как ночь прошла, я сказал, говорю, а вчера вот такой. Он сразу же вызвал. Это кто такой? Кто такой, я спрашиваю. Узнать сейчас, кто это заходил к нему туда. А, видимо, у них на знак от КГБ не трогать. И он сразу, я вот сегодня же отсюда. Узнали. Проезжий какой-то был в командировке. И увидел, что я с бородой. Он решил показать власть свою. А его нет, он уже уехал. Ух. Вот и все. Надо перед Богом быть. И Господь облегчает это время. Но за меня очень многие молились. Очень многие. И я пришел туда для благовестия. Для жизни во Христе. Ну, дай Бог каждому. Я больше не могу сказать, потому что, чтобы не говорить, то еще не знаю. Сравнивать образование Андрея Кураева и мое, он может сравнивать свое образование с отцом Геннадием Фастом. То доктор богословия, преподаватель Томского университета, там можно говорить, а у меня ничего этого нет. Я живу в другом мире. Ну, все, Игнатий Тихонович, благодарю вас. Слава Иисусу Христу с Богом. Благодарю и вас. Слава Иисусу Христу с Богом.